Латышская народная песня Итак, мы будем сегодня изучать пять куплетов. Каждый куплет повторяется два раза. Итак, первый куплет. Читай вместе со мной. И переводим вместе с корзиночками. Сэши. Шесть мазы. Маленьких барабанщиков. Яй. Скакать по целю по дорожке. Бунгуа дам. Это действие барабаня. И общий смысл этого куплета. Шесть маленьких барабанщиков скачут по дороге и бьют барабаны. Второй куплет. Читай вместе со мной. Висием сэшием. Сирми зирги. Висием цауну цеппуриц. Еще раз. Висием сэшием. Сирми зирги. Висием цауну цеппуриц. И переводим. Обычно мы хотим перевести слово висием. Это всем. И иногда в некоторых случаях это правильно. Но в данном случае у всех. Сэшием шестерых. Сирми зирги. Сидые лошади. Прямой перевод как седые лошади. Но если это касается масти лошади, то обычно ее называют серой. Серый и седой. Очень часто используемые синонимы. Висием. У всех. Цауну цеппуриц. Цеппуриц. Здесь поставлено такое как сокращение. В песнях очень часто используется сокращение. Только для того, чтобы попасть в ритм и в структуру песни. Не более того. А это цеппуриц. Это сокращение от слова цеппуриц. Цауна. Это такое животное. И из меха этого животного сделана такая шапка. Общий смысл этого куплета. У всех шестерых серые кони. У всех шапки из меха куницы. То есть это животное. Цауна. Это куница. Почему серые кони? Потому что серые кони считаются редкой породой лошадей. И поэтому это считалось богатством. И теперь немного информации. Цауна. Это вот такой зверек. Который переводится как куница. И в Латвии. Исторически эта шапка могла выглядеть вот так. Из латышского народного костюма. Третий куплет. Читай вместе со мной. И переводим. Все сэщи. Шесть саяющи. Прискакали. Саяющий глагол используется именно в сочетании с конем. Мана. Моего. Тээва. Отца. И сэйтыня. Дворик. Сэйтыня. Это уменьшительное ласкательное слово от слова сэта. Двор. И общее предложение. Все шестеро въехали. Имеется в виду именно на лошадях во дворик моего отца. Четвертый куплет. Читай вместе со мной. Виси сэщи. Лец нуазирга. Снец ман зэлта грэдзентинь. Еще разок. Виси сэщи. Лец нуазирга. Снец ман зэлта грэдзентинь. И переводим тебе уже знакомые слова. Виси все сэщи. Шесть. Лец нуазирга. Прыгают с коня. Или по-русски спешились. Снец протягивают. Ман мне зэлта золотое грэдзентинь колечко. И это все предложение можно показать одной картинкой. Снец ман зэлта грэдзентинь. И весь куплет переводится так. Все шесть распешились и протягивают мне золотое колечко. И пятый, последний куплет сегодня. Читай вместе со мной. Не эс немшу. Не ман ваяк. Тик яунами скутенам. Еще разочек. Не эс немшу. Не ман ваяк. Тик яунами скутенам. И давайте переведем. И обратите внимание, что у меня слова не и не выделены. Как бы выделены. То есть они не переводятся. Эс немшу. Эс нэ немшу. Я не буду брать. Или эс ман неваяк. Мне не нужно. Оно именно вот. Если два раза используется нэ и нэ в одном предложении, то это уже переводится как не. То есть двойное отрицание. Ни я возьму. Ни мне нужно. Обратите внимание, если у вас два таких слова нэ в одном предложении, то они переводятся как ни и ни. Двойное отрицание. Ни я возьму. Ни мне нужно. Тык столь. Или такой. Яунами молодой скутенам. И здесь обратите внимание, слово скутенам. Ир это разговорное слово. И мы бы его перевели как девчушки. Литературное слово было бы мэйтенам, девчки. Теперь читаем текста песни вместе с носителем языка. Ваши мази бунзиньи, жаи пар цели у бунгодам. Ваши мази бунзиньи, жаи пар цели у бунгодам. Висим сещем сирми зирги, Висим цауну цепуридс. Висим сещем сирми зирги, Висим цауну цепуридс. Виси сещи сайађущи, Мана тэва сетиньа. Виси сещи сайађущи, Мана тэва сетиньа. Виси сещи лецно зирга, Снiedz man зелка кредзентинь. Виси сещи лецно зирга, Снез на зелка кредзентинь. Не, es ņемшу, Не, man вајаг, Тик яунами скутенам. Не, es ņемшу, Не, man вајаг, Тик яунами скутенам. Отличная работа. А теперь я хочу повторить с тобой цифры. В этой песне мы часто слышали слово шесть, цифру шесть. Давай повторим и остальные цифры. Откартуэмс означает повторение. Один, венц. Два, деви. Три, трэйс. Четыре, четры. Пять, пецэй. Шесть, сэшэ. Семь, септини. Восемь, астони. Девять, девини. Десять, дэсмит. Но это я не просто хочу с тобой повторить цифры. Я хочу, чтобы ты запомнил отличие латышского языка от русского. Когда в латышском языке появляется рядом с цифрой точка, то это уже будет совсем другое слово. Итак, в русском языке мы говорим. Первый в латышском языке будет пирмайс. Появилась точка и слово стало отрейс. Появилась точка и слово стало трэшайс. Появилась точка и слово стало цатуртайс. Обрати внимание, чай три, буковка ч. Но здесь будет цатуртайс. Запомни. Точка и слово пектайс. Шестой сестайс, седьмой точка септийтайс, восьмой точка остойтайс, девятый точка девейтайс и десятый точка десмитайс. Обрати внимание, запомни, пожалуйста, что в слове септийтайс и девейтайс у нас появляется гармзыиме, то есть долгая поковка и. Я предлагаю тебе запомнить так, представь, что ты идешь пешком на десятый этаж и на седьмом и девятом этаже ты делаешь паузу, то есть ты останавливаешься и отдыхаешь. То есть седьмой и девятый этаж. Ну что ж, циферки нам доброжелательно машут ручками, а мы переходим к закреплению. Носты при нам закрепим. Из этой песни мы с тобой закрепим два слова, обозначающие животных и три действия. В песне было словосочетание сирми-зирги. Это множественное число. Единственное число будет сирмс-зиркс. То есть много серых лошадей и одна серая лошадь. В песне у нас было такое животное, название которого цауна, куница. А если их много, то это уже будет слово цаунас, женский род. И три действия из песни. Это, может быть, ты уже знаешь, яд-ар-зиргу. Используется в таком словосочетании. И лэкт-но-зирга. Яд-ар-зиргу. Скакать на лошади. И лэкт-но-зирга означает спрыгнуть с лошади. И еще одно действие. Это снект. Снект-грэдзану. Протягивать кольцо. И здесь я хочу тебе объяснить, что слово снект мы переводим разными способами, в зависимости от того, какое у нас идет следующее слово. То есть снект-грэдзану по-русски будет протягивать кольцо. А если мы встречаем словосочетание снект-палэйдзейбу, то переводим его как оказать помощь. Если мы встретим словосочетание снект-зинес, это будет давать сведения. И не перепутай это слово со словом снекс, которое означает снег. Снекс. 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 Снекс.